Здравствуйте, уважаемые друзья! В преддверии зимы, да и не только зимы, а для круглогодичной рыбалки, хочу поделиться с вами очень уловистой нимфочкой, которая является собирательным образом и ручейника, и веснянки, и паденки. Поэтому я не могу классифицировать для вас, считайте, что просто нимфа. Я огрузил свинцом, изготовил глазки из лески, закрепил у хвостика, закрепил кусочек вот такой пленки, которая используется в штамповке, отходы в сумочках, где диски хранятся. И закрепил немножечко люрекса и кусочек лески где-то 008 для сегментирования тела. Само тело мы с вами будем изготавливать из остатков, то есть практически мушка вся у нас очень выгодная. Вот я беру вот такое перо, которое у меня осталось по остаткам, пуховое. И вот такое перышко, которое, как я вам уже неоднократно показывал, я сразу убираю, оно мне пригодится для других мушек. А вот все вот эти я начинаю использовать в качестве даббинга для изготовления тела. Промажем нашу нить клеем, нанесем даббинг и изготовим тело. До грудки не будем доходить пару миллиметров, так как грудку я буду изготавливать из другого материала. Как вы будете наносить, вы увидите сами, вот как и у меня, что имеется определенная лохматость в наших перьях. На это сильно не обращайте внимания, это даже очень отчасти и хорошо. Нам не надо будет потом вычесывать и подчесывать наш даббинг. Но для того, чтобы более качественная была мушка, необходимо не отрывать, а вот так вот у основания пера, у ости, отрезать. Тогда у нас не будет тех неровностей, которые мы сами создаем. У нас получится вот такой симпатичный, хороший даббинг. И начинаем проматывать наше тело. Вот мы дошли до уровня крепления нашей формирования грудки. И теперь, друзья мои, вот посмотрите, видите, вот у меня оно все вот так вот выглядывает. Верхнюю часть, если вам она мешает, так как вот, допустим, у меня немножечко, ее можно убрать, это не страшно. Теперь, для формирования самой грудки, мне понадобится, ну, совсем немножечко, парочку перьев, или же можете использовать даббинг. Черный, коричневый, ну, я по возможности, как я уже и говорил, есть возможность, значит, я промотаю перышком павлина. Скажу сразу, это не столь существенно, главное, чтобы грудка наша была более контрастная по сравнению с телом. У меня перо по остаткам шартрес, вы можете его делать салатного цвета, желтого цвета. Любое, которое, допустим, у вас более контрастное перышко подберете, можно его использовать. Довольно-таки универсальная приманка на круглый год. Вот, вся белая рыба для зимней рыбалки. Окунь не пропускает. Остатки отрезали. И теперь я для того, чтобы покрыть сверху наш чехольчик пластмассовый, я слегка беру вот такой коричневый фломастер, подкрашу нашу пленочку изнутри. Можете потом подкрасить. И теперь я беру остаток люрикса, который у меня был закреплен, и просегментирую тело нашей мушки. Закрепили остаток, отрезали. И теперь, так как у нас уже пленочка подкрашена, я беру пленочку и примеряю ее в качестве нашего чехольчика. Следим за тем, чтобы у нас она ровненько, никуда-никуда не уходила. Но прихватывать я ее буду у колечка. Немножко под глазками поправим. Прихвачу у колечка. Нить оставляю здесь. То есть я пока еще ничего не отрезаю. Подкрашу нить немножко черным фломастером. Переведу, сделаю парочку оборотов у колечка, так как мы туда уже возвращаться не будем. И переведу пленочку за глаза. За место крепления наших глазок. И здесь я ее пока оставляю. Уберем остатки сразу, чтобы нам не мешали. Сделаем контрольный узелочек, чтобы не убежала наша нитка с пленочкой. И теперь хорошо продавливая, поправим опять нашу пленочку, чтобы она стояла там, где ей положено. И теперь хорошо продавливая нашу пленку, создаем сегментирование. Если у вас имеется силиконовая пленка, которую обычно можно найти в наших магазинах фирмы HENS, пожалуйста, можете использовать ее. И теперь, для того, чтобы не сильно примять нам нашу грудку, здесь с более широким шагом я подхожу к глазкам. Вот так. Подошли. Закрепим нашу леску. Промажу нить клеем и сделаю завершающий узел. Стоп. Рано еще делать завершающий узел. Оторвем пару бородок охотничьего фазана. И в месте крепления лески по одну и другую сторону закрепим вот так с вами поверху усы. Прихватили, подровняли, вымеряем длину. Ноготочком рассредоточим вот так по телу. И выставим слева и справа, так как мы и планируем. Посмотрели. Вот приблизительно вот так у меня увела нитка. вот, видно. Вот так она должна у меня, мои усы по длине и по ширине должны находиться. Закрепим их вот так. Раз. И теперь уже окончательно можно делать завершающий узел. Вот, друзья мои, я убрал и нитку, и все, что мне мешало. Капнул немножечко капельку лака на место крепления, где мы закрепили наши глазки, усы и все остальное. И наша вот такая незатейливая нимфочка, которая является собирательным образом для очень многих нимфочек, готова. как вы видите, у нас имеется симпатичный хвостик, который мы оставили. Не мешает мне мое перо, с которого мы изготовили тело. И спинка вышла у нас довольно-таки симпатичная. Если по каким-либо причинам у вас нет подходящего материала, можно просто верх спинки покрыть обыкновенной изолентой. Вырезать кусочек. Это я уже экспериментировал. Все работает. Главное выполнить в пропорциях и в расцветочке, так, чтобы это напоминало действительно нашу нимфочку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!